Доброе утро всем! У меня Чуча без хвоста, смотрите. Ай, вчера у него одно пёрышко было, сегодня совсем отвалилось. Ой, воду надо тебе налить. У него там и бассейн стоит, и всё. Безхвостый! И надо бассейн его поменять. Я уже наделась, наделась это, гулять пойду. Правда, очень-очень сильно мне охота, потому что очень-очень жарко. Но аппетит приходит во время еды. И надеюсь, что желание погулять тоже. Потому что сидит, что он, целый день будет спать. Это же скукотище. Так что идём гулять. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Короче, такой ветерок с моря дует. Я тут по просёлочной дороге иду. На этот вот, буквально там город, вот за этой фигнёй, да? А ну, чтобы доехать до этого пляжа, нужно такой круголяк отдать. Потому что вот эта вот штука, рамбла, идёт от самого-самого там чуть ли не верха. Это речки, вот когда дождь идёт, сильный по этим вот. А ещё поливают. Ой, а что тут у них всё открыто? Поливают вот эти вот огороды, которые здесь. Ну, сейчас здесь нечего поливать, потому что ничего не сажают. Летом редко что сажают, потому что всё выгорает. Ну, смотрите, много людей идёт на пляж. Здесь вот, говорю, продувает такой хороший ветерок. Ехала сейчас в машине, показывала. 34 градуса. 11 утра. День обещает быть жарким. Чё-то думала, что никого не будет. А тут прям толпа людей. Да, это я к тому говорила, что мне нравится этот пляж. Но ехать сюда нужно. Неудобно подъезжать сюда. А так классно. А пешком? Ну вот с тележкой, допустим. Сидушкой, с зонтом неудобно. Так что будем на этот пляж только вот ходить и смотреть. Там у нас сзади машинки эти. Чарль, Венеки. Переждём здесь. Да. Я даже поводок ему не надела. Потому что мы не пойдём ни в какие городские места. Ему не нужен нигде поводок будет. Видите, он знает уже, что машина проехала. И можно быть свободным. Да, я вижу, что машины уже прям тут стоят. Сегодня будет много народ на пляже. Видите, то есть там машины, а тут всё ещё туда двигается. Это знаете, что рекламируют? Обшивка мебели. Мебель обшивать. Мне нравится этот район. Много раз говорила. Ну ладно, сейчас он уедет. Хотела водички попить, а тут такой фонтан. Даже если чуть-чуть открываю. Ты-то смотрите. У меня вся обрызгалась, искупалась вообще. Вообще, я ежой такое. О! Вообще. Вся сырая. Душ приняла. Ну, освежилась. Я хотела освежиться. Освежилась. Ой, не вон, было смешно. Ой, правда, прям так прохладненько стало. Говорю, мне вот эти районы нравятся. Но это вот, знаете, здесь зона такая. Только для тех, у кого это вторая резиденция. Старая квартира. Отпускная, скажем так. Потому что же здесь ни магазинов. Ничего нету. Вообще ничего. Только вот пляж. Ну, бассейн у них есть. И вот квартира. Все. Гольф. Блин. Искупалась. Так хорошо. На обратном пути еще приму душ. Вообще, знаете, я хочу, чтобы... Сейчас вот так жарко. Хочу, чтобы это лето уже прошло. Быстрее. Вообще, хочу, чтобы все это закончилось. Так вот прям быстро, чтобы, знаете, уснуть, проснуться и все, ничего нету. Чтобы ходить без страха по улицам, на пляж идти, несмотря на то, что там дистанция, маски надевать. Какое-то лето дурацкое. Ни туристов, ни иностранцев. Так что хочу, чтобы все это быстро прошло. Наступило следующее лето, потому что я уверена, что следующее лето будет намного лучше. Мы будем все вдвойне наслаждаться этим летом. А это просто нужно как-то пережить, чтобы она быстрее закончилась. И вообще, я подумываю, поехать себе купить. Знаете, может, завтра вентилятор такой, знаете, напольный. Потому что с потолка все-таки неправильно обдувает. Потому что август самый жаркий месяц. Еще у нас и сентябре жарко. Так что все ко всему. Ну ладно. Это такой вот. Мы не пошли даже в парк, вот где подальше. Потому что сейчас асфальт, и вот там мало деревьев. И где мы ходим, нагревается, чтобы Чарли мой лапы не сжег. И он вообще даже сам не захотел. Знаете, как обычно, он ложится, лег на траву и все. Говорит, сама иди не пойду. Ну, я развернулась и пошла. Конечно, я хожу меньше, чем раньше. Но просто невыносимо. Наверное, ночью надо только ходить. А ночью я хочу спать. Стули валяются. Ой, тут дырка какая-то непонятная. В общем, да, вот так вот. Лето, ах, лето, уходи ты скорее. Все равно не наслаждаемся по полной катушке. Так что нахрен нам тогда нужно. Пускай уходит. У нас вот этот бар-ресторан. Ой, здесь и новая называется. Он закрыт. Буквально дня два назад закрылся. Потому что появилось, что один этот, как его называть, официант подтвердилось, что у него корона. И, в общем, они закрыли свой ресторан до тех пор, пока там дезинфицируют все. И сделали всем тесты, чтобы выявить, есть ли еще зараженные. А пока закрыты. У нас так в городе два ресторана закрылись, представляете, на этой неделе. И вот пока проверяется. Они сами, представляете, могли бы, я вот говорю, вот так вот, такие ответственные люди, им только можно поаплодировать. Потому что могли бы, знаете, умолчать и ходить дальше там вот заражать, как говорится, остальных. Но нет, они закрыли. Они сами всем рассказали, что типа вот такая вот у нас ситуация случилась. И мы пока закроемся, да. Но скоро откроемся. Закроемся, но скоро откроемся. Смотрите, какая парковка вся забита. На пляж. У нас пляж, кстати, каждую неделю закрывают. Ну, как вот, набирается много людей и потом на 3-4 часа его закрывают и доступ новым людям перекрывают. Потому что перезаполнен пляж. Я на этот пляж в прошлом году ездила, а в этом году уже не буду ездить. Во-первых, здесь машину нужно оставлять очень далеко. А во-вторых, ну, видите, сколько людей. Они там все, на пляже. Они там все, на пляже люди. А вот в этот мы ресторан ездили, вот, когда я тоже видео снимала, Катена, где вкусненько все было. Рыбка. Где мы сардины ели. Ой, сардины, я бы сейчас поела сардины. Ну, не знаю, пойдем или сегодня куда, не пойдем. Вообще, особого желания нету с этим. Situation, как говорится, кучер, деколи от сестры, я тоже как-то мне не особо хочется. Вот, поэтому, ну, посмотрим, что там мы будем делать. Ну, проходите, твою мать, я же тебя пропускаю, а ты стоишь, смотришь на нас, на всех. Ладно, хватит болтовни, будем показывать, что будем делать. Пропылесосила, как всегда, и хотите, я вам покажу заначки Чарлины. Он, когда обожрется чучей, он делает заначки. Он обнаружил, что я обнаружила заначку, и теперь смотрит, типа, это не я. А еще у меня пылесос, блин, полпледа засосал. Видите, видите, он уже понял, что я его заначку нашла и ищет ее. Он не ста? Он не ста чучи. Донде? Ага, ай? Ай ста чучи, да? Ай ста чучи, да? Трай пока. Трай пока. На. На. Полпледа пылесос сожрал. Сейчас оторву нитку. Сейчас еще муж звонил, у него там работа нарисовалась, и он говорит, что будем делать? Я ехать на дачу к родственникам, сестрам, мне не очень хочется. И не очень хочется по черре-де-коле. И я, знаете, что подумала, по воскресеньям я не люблю готовить есть, но выходной он в Африке выходной, правильно? У нас тут недалеко есть светная лавка, наверное, называется, да? где продается готовая еда. Я вот хочу туда сейчас наведаться и куплю себе какую-нибудь вкусняшку, потому что муж говорит, ну там друг ему позвонил, и после работы, когда он ее доделает, пиво попьет безалкогольного где-нибудь или алкогольного, не знаю, какого-нибудь с тапами, а я не хочу. И вот он тут рядышком, пойду схожу и сейчас покажу вам, что я себе куплю. Там находится сытная эта лавка, что-то, по-моему, даже очередь ставит, но так как внутри нельзя людям толпиться. Блин, время еще рано, уже люди толпятся, видите, все пожрать хотят. Так что займем тоже очередь, посмотрим, что там у них есть. ждем. Так, что я тут купила? Во-первых, купила две крокетки. Они огромные, с хамонтиком. Паэлья. Горячая-горячая. Даже ее не видела. не прям выглядит очень все аппетитно. И вот такой салат взяла с альпикон де мориску. С морепродуктами. Ну, это все полпорции, представляете? Я это, конечно, сегодня все не сожру. Так что на завтра вот у меня половина точно останется. 8 евро отдала за все удовольствие. Ну, здесь много действительно, прям порция охренная. Всем приятного аппетита! Знаете, чем мы будем? Никуда мы не поехали. Вот, жарко очень куда-то ехать. Посмотрела, родственники не поехали на море. А с какими-то незнакомыми там сидеть на море мне неохота. Вот, я привезла этот водк. Сейчас у меня тут растапливается. В общем, будем удалять волосы со всех щелей. Ну, точнее, нет, со всех щелей нет. Ну, в общем, где они, видимо, будем удалять волосы. Вот, жара, конечно, несусветная. Сегодня, завтра уже думаю пойти себе купить какой-нибудь вентилятор или еще что-то. Блин, уже насрала без хвоста чуть. Ну, такой какой-то без хвоста некрасивый. Наверное, летать-то не умеет без хвоста, да? Не знаю, жара такая или что, смотрите, все в перьях. Жарко, наверное, просто. Так что, вот так вот. Ну, еще месяц и все это пройдет. Закрыла все жалюзи и там закрыла, и там закрыла. Ну, сейчас уже буду открывать. Хотя, что буду открывать? Шкаф у меня, как всегда, открыт. Хотя, на улице 40 градусов. Видите? А дома 33. Ну, там поменьше. Здесь просто от солнца прямо вот сейчас вот после обеда сюда херашит и, в общем, так это чувствуется жара, жара, парилка. А вот, сейчас буквально через полчаса солнце сядет и будет попрохладнее и можно будет жить. Как раз в душ схожу, освежусь. Кстати, муж говорит, что ай, блин, горячий, сука. Ага. В общем, отремонтировал как чайник, поэтому кто-то писал купить новый, зачем, если можно отремонтировать. Мы новый покупаем, когда уже нельзя отремонтировать или когда ремонт стоит, ну, не ремонт даже, а запчасти стоят дороже, чем сама вещь, потому что можно работать с этим, с ремонтом, со всеми этими. Ну, что, другим ремонтируют, а мы будем покупать. Нелюгично, правильно? Замятая еда. Чарли полез наверх. Не хочу даже гулять сегодня, у меня сегодня выходной по всем планам, поэтому я сегодня с ним погуляла хорошо. Вот. Так что, туалет пошел наверх. Надо куда наведаться, помыть все там. вот такие вот у нас дела. Я сейчас заварю чай, а потом туда кину лед. И будет у меня чай со льдом. Пока я там себе депилировать все на свете буду. О, как мята пахнет. Аромат. Аромат любит мамин и пешен я. Ладно, буду заваривать. Что-то грязное какая-то камера. Вот так вот у нас. И вот такая вот я. Масочка. Ой, прохладненько стало хорошо. И все. И пошла я отдыхать, друзья. Выходные так устается. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Пока.